всем привет сегодня посмотрим бесплатные ассеты апреля 2023 года первое что мы видим это у нас подводный мир 70 ассетов давайте сразу начнем смотреть на него здесь у нас вот такая вот небольшая сцена поставлена из элементов да если снаружи посмотреть это вот так скажем ландшафтик виде мыши какого-то акула скелетной анимацией без анимации точнее но скелет есть так если мы по сути можем перейти посмотреть насколько хороший скелет так ну в принципе достойно можно что-то состряпать но кстати некоторые кости возможно не привязаны конечно сложно сказать здесь может быть эти кости определенные значения какие-то должны иметь но все отлично можно анимировать и смотреть так давайте зайдем ну при на предварительно давайте поставим здесь fps 70 относительно плохо или хорошо и не могу сказать здесь работает постпроцесс очень много полигонов на этом все особенно вот эти модельки landscape то более менее еще какой-то акула достаточно хорошая но вот эти камни перебор что у нас по материалам материалом чуть-чуть сложненькие но тоже достаточно и в пределах норме не если на нас медузы какие-то не очень хорошего цвета так если мы перейдем на просмотр всех моделек здесь у нас небольшое количество вот эти все камни которые отчасти отвратительные по количеству до полигонов досочки якорь и акула скорее всего больше всему больше всем понадобится акула переходим к изометрическому миру это небесный храм здесь у нас вот такая вот небольшая локация давайте взглянем на нее это у нас изометрический мир дэма так мэп темпиляция шейберов прошла давайте посмотрим на него что здесь вообще вот такие вот колонны плоскости куча вот этих визуальных эффектов камешки то есть каждый камешек здесь почти расставлен теория но определенные какие-то тут лев деревца здесь можно пробежаться смотреть что есть интересного но в принципе из этих моделек можно составить небольшую локацию для топ-даун такого вот игрушечки на разгадывание истории и что-нибудь подобное по полигонам здесь сложно сказать давайте просто взглянем что у нас здесь материала вот этих эффектов только лишь туман и облаков все остальное более-менее нормально если мы зайдем сюда то увидим все модели по отдельности и здесь как раз таки мы можем посмотреть насколько они хорошего качества или же наоборот полигоном не особо большие количества но если только вы не вот эти маленькие можно было конечно немножко сократить лев вполне достойный все остальное тоже приемлемо но дерево слишком слишком увесистое дерево третье это у нас станция большая звезда здесь у нас предоставлен люмен до освещения взглянем на это что у нас здесь красивого симпатичного и интересного fps 60 примерно да но это при этом при условии что компьютер у меня не самый слабый при перемещении в локациях здесь есть какие-то подлагивания прогрузки ну и кстати у нас вот если мы взглянем я не знаю давайте под цветом где не взглянем что нибудь по материалам наверное какие-то проблемы да найдем мы потому что у нас сейчас слева сверху на экране ругается на большое количество так скажем по текстурным проблемам да давайте как это устранить давайте быстренько наберем консольную команду а r streaming . full size вот мы его уже видим давайте установим представим что где-то 8000 хотя у меня видеокарта 12 гигабайт оперативной памяти видеокарте точнее видео памяти более правильно будет 8000 я думаю здесь хватит да действительно здесь хватило если я изменю ее снова да допустим 80 как вы видите да здесь у нас сразу начинает ругаться и большая часть текстур просто исказились но вот такая нагрузка ведет на видео память и дает слишком много напряга и не успевает вот иногда подгружаться это принципе нормально когда мы выделяем столько так скажем такой размер в общем здесь вот такая большая станция и симпатично выглядит из нее можно собрать какой-то элемент игры как будто бы на станции допустим выполнять какие-то действия здесь можно поставить большой корабль как будто бы влетели ну здесь у нас коллизия стоит я туда вылететь не могу дверки скорее всего можно будет прикрыть да это как раз таки дверки то что вам необходимо будет здесь у нас здесь у нас статонарти все скорее всего эстетик но некоторые модельки ой некоторый свет статике некоторые даже не понятно кто но здесь необходимо некоторый свет изменять для того чтобы как-то персонаж все-таки подсвечивался оставлял тень и так далее переходим к следующему это у нас рандомная процедурная генерация мира так скажем из с поддержкой стриминга давайте взглянем что это вообще из себя представляет так это у нас демо если мы зайдем весь мир который мы сейчас куда зайдем состоит из вот этих элементов здесь у нас нету солнца давайте включим аналит и чуть-чуть выше взлетим видите да но представим что это как какое-то здание это здание высотное здесь здание чуть пониже гаражи вот что-то подобное давайте перейдем второй второму части уровня да здесь тоже высотное здание какой-то парк представим что это так то есть вот из этих элементов у нас будет состоять все то есть если мы добавим сюда свои элементы вот здесь у нас будет генерации мира давайте перейдем на player start запустим и здесь у нас происходит генерации мира если вы помните вот это вот здание вот за персонажем который я показывал да первое высотное здание тут какое-то небольшое и типа гаражи вот она как раз таки здесь вот это то что я показывал последним ну и здесь все состоит из этих элементов по полигонам естественно здесь мыслу нет смотреть потому что все это так чисто для создания какого-то внешнего вида все остальные части естественно бессмысленно смотреть можем зайти в blueprint здесь есть компонент который ставится на player controller вот он да заходим в player controller вот здесь это компонент устанавливается на begin play запускается индициализация также на компоненте настраиваться размеры ну и все остальное что вам необходимо будет здесь уже по своим запросам вы можете в принципе более-менее что-то подходящее найти также здесь имеется структура и data table таблица наших составных элементов если мы вот это первое откроем level names мы можем составить какую-то новую да допустим тест 08 и естественно нам необходимо будет его добавить какие-то параметры сюда какие-то процентные родомности так скажем большое количество и всяких других нюансов здесь также вы можете добавлять эти генерации как вам необходимо все все в условном так скажем состоянии перейдем к последнему пятому элементу это у нас если я не вспомню скорее всего это средиземорский да деревенский интерьер насчет деревенского интерьера я конечно не совсем понимаю за 1000 рублей что это за ассет конечно не понятно давайте перейдем к нему и посмотрим что он себя представляет является ли он вообще нормальным то есть это вот такая вот комната которая состоит из плоскостей просто реально до накинуто несколько материалов просто отвал отвратно накинуто несколько материалов так давайте здесь появимся ну да и это все как раз таки к нашему персонажу очень все подходит все рассчитанное под анриловский скелет естественно нет почему разработчик за 1000 рублей такое наштамповал скорее всего для продажи здесь смотреть я думаю нечего сетка чересчур увеличенная преувеличенная даже в некоторых местах по материалам ну хотя бы материал он что-то настряпал если на у нас вот этот столик что с ним происходит это а это типа стекло понятно прозрачность как раз таки дает проблемы ну и давайте перейдем ко всем остальным бесплатным но с ними конечно бывают проблемы почти во всех видео которые выпускаю есть такие ассеты у которых появляются проблемы они либо становятся буквально через несколько дней становятся платными либо они просто исчезают из так скажем активаций вот в данном случае здесь очень много те которые исчезли по сути их нельзя взять вроде бы ну вы попробуйте проверьте у меня они все есть наличие я не знаю почему они исчезают в общем здесь симулятор проблем с так скажем игры с мечами и вот эти персы которые атакуют главного игрока в общем искусственный интеллектик небольшой есть посмотреть какая реализована здесь логика возможно он подойдет может быть сможете закинуть это к себе в проект и вам достаточно будет интересно пользоваться этим далее у нас виртуальный бот это типа виртуальной клавиатуры которая не надо никаких действий делать то есть она будет автоматом что-то вводить вот это но до даме маус батон даун да вот она вводит какие-то клавиши здесь она говорит допустим правой клавишей через 20 миллисекунд еще раз правой клавишей типа нажатие и отпускание здесь вот есть такие вот клик нажать и отпускание клик что-то подобное возможно где-то они необходимы да вот подается позиция куда перенести курсор и возможно можно кликнуть где-то да смотрите здесь в общем есть большое количество нот я думаю что один из интересных ассетов которые нужно взять может быть где то они вам и понадобятся далее blueprint inspector это у нас работает с visual studio в общем и кодовэнс я не помню что это кодовэнс это вроде бы какой-то движочек или что-то дополнительное к движку в общем здесь он будет показывать все что исполняется какие-то элементы насчет этого я не знаю с языком программирования с visual c++ я не имею дело далее у нас пика xr плагин пика это у нас вроде бы как конкурент какой каким-то там очкам который сейчас в америке не поставляется да вот эти пика 4 вроде бы они там называются если я не ошибаюсь в общем какое-то дополнение которое будет у нас множество функций но для чего непонятно виртуально далее у нас фолидж до старого запада такие вот кактусы перекати поле и что-то подобное все и сухие кусты в принципе то что у нас очень много раздавались вот эти старый запада вот уже седьмой так скажем седьмая часть из этого можно уже состряпить какой-то rdr-3 по сути пайсайт лауту это в общем штука которая работает с этим движком как питоном народе говорящим да так скажем python python в общем это все помогает в разработке с анривом не знаю как что в общем но видимо пишешь на питоне и все переводят все плюс плюс предположительно но я не уверен это мне тоже не особо интересно кстати вот эта штука у нас похоже недоступна видите да возможно посмотрите если она во мне тоже недоступна значит она уже исчезла скажем из продажи и либо ее выпилили разработчики либо сам анрил интеграция g5 она тоже видимо показана как недоступная но она у меня есть то есть я ее взял она была бесплатна 27 марта 23 выложена то есть это буквально вот две недели назад и почему-то она уже недоступна в общем здесь вы можете создавать запросы на изображение на текст подключайте через свою учетную запись здесь вот выбираете g5 версия модель и где-то тут необходимо вводить логин и пароль а вот api кей вот он и наименование юзер далее у нас лидар point в общем симуляция так скажем лидара до взаимодействия с какими-то вокруг предметами не знаю насколько это необходимая часть что она будет допустим какой-то игре у вас выполнять но для каких-то вещей она все-таки придумано в общем в общем что-то что-то интересненькое для чего непонятно далее у нас quick command final это в общем такая вещь в которой вы можете ввести какие-то консольные команды и с помощью них быстренько нажимая да допустим хотите включить fps пожалуйста нажимайте клавишу fps включен то есть вы предварительно настраиваете что-то и потом в проекте уже тыкаете вот это одна из самых интересных вещей которые обязательно надо взять здесь как раз таки настроена да это у вас наименование сама сам код тип переменной и естественно минимальное максимальное значение то есть вы можете передвигать ползуночек и она у вас будет как раз таки тех параметрах работать мишин минерва я взял ее еще на от разработчиков на официальном сайте но к сожалению там проблемы ее вообще скачать нормально здесь нам эпика уже предоставил возможность просто принципе ее сразу забрать все прям вообще красиво все выглядит хорошие текстуры и вообще от этой компании не помню как она называется вроде кит башда кит баш 3d у них несколько ассетов прям очень шикарных большое количество моделей на них наложены материалы отличные все идеально далее у нас идет виртуальное производство я уверен что ни у кого нет таких штук и никто по сути ну или мало кто работает с виртуальным производством здесь у нас типа вот такие вот панельки с помощью которых можно увеличить какие-то значения фокусы да то есть выключить изменить фокусное расстояние и тому подобное здесь очень большой такой спектр для визуализаторов и как их называют фотографов возможно type panel это панель с помощью которой вы можете на какую-то папку или какой-то ассет наложить тег и быстрый поиск вас приведет как раз таки к необходимым значениям то есть возможно интересная штука но надо пробовать если у вас большой проект возможно кстати она вам должна подойти попробуйте может не пожалеете mazel dungeons generation плагин в общем генерация вот таких вот ходов типа лабиринта можно генерировать возможно вот дома как вот я вижу какие-то лестницы постоянно но что-то большое количество лестниц на уровень но здесь кстати очень хорошо как-то построение да есть то есть большая комната возможно двери почему-то их очень большое количество для этих дверей пустые вокации но не особо связаны но как генерация каких-то комнат принципе достойно а на этом все все элементы мы принципе посмотрели что вам показалось из этого набора самым интересным пишите в комментариях что вы ждали от апрельской раздачи но я думаю что но вот эта генерация уровней так скажем локации может быть она как-то еще более-менее симпатично и может быть целесообразная будет применяться также вот этот вот эта звезда мне прям хорошо заходит все остальные не очень а на этом все до скорой встречи всем пока